так здоровенькие булы короче решил провести аналитику на бой макгрегора и мэвейзера да как бы потому что знаю что будете просить меня это сделать вот я еще на стриме как бы это все анализировал да был стрим но так как бой шел ночью мало людей ну как мало под конец смотрел 400 человек но это были там я думаю много были случайные люди то есть но не мои подписчики вот и подписчики ну как бы видимо они они либо не смотрели вы да этот бой либо когда смотрели не знаю что я стримлю ну я качество я как бы трансляцию особо не показываю там маленький был кадр я на экране ну монитора да небольшой на ю тубе и там на видеокамере был конечно видно очень плохо а люди наверное смотрели на нормально ну ладно это неважно в любом случае я уверен что будут писать аналитику аналитику бля и я решил опередить вас и сразу и записать вот ну чё сказать да начну издалека но вначале скажу что победил соответственно мэвейзер и я об этом тоже говорил еще до начала боя также скажу что не мэвейзера не макгрегора я до этого не знал вообще для меня не были полный на ней мы об этом бою узнал один-два дня назад где-то в новостях о в новостях прбc там было что будет вот и просто пиарить начали да и говорить что это самый дорогостоящий бой в истории все это был по сути единственное что меня это даже не заинтересовало я смотрел бой только из-за того что понимал что меня будут просить смотри но у меня это уже просили меня вот я когда начал стрим 8 часов вечера до 12 часов даже 13 прошло стрим меня сама начала говорили бой бой когда бой чё буш бой бой аналитику на бой да то есть подготавливали и я понимал что это ну просто ради подписчиков сделал посмотрел на стриме вот самому мне было абсолютно не интересно и даже если бы у меня был свободное время да я бы не стримил я вообще был свободное время я бы не стал смотреть этот бой и мне абсолютно похуй что он там самый дорогой и самый мега дорогой блять вот если бы там конечно был импланетянин идти на одной ну на одной из сторон там я может посмотрел а так какие-то два на ныма я этих людей я не помню уже сказал или нет я этих людей не знал вообще никогда мы везер ему 40 лет он уже типа карьеру закончил боксер без единого поражения я о нем не знал может быть когда-нибудь я слышал имя это но я его не помню вообще при этом боксеров я знаю и тайсона очень хорошо и бои с ним смотрел все не все но смотрел роль джонса нихерово знаю но естественно там костью дзю там какого-нибудь на поветкина по боксер до русских вот поветкина еще какой-то один тоже русский был то есть их всех я знаю да как бы но конечно я давно уже бокс не смотрю да я раньше практически не смотрел раньше хотя бы иногда немножко смотрел еще не смотрю вообще то есть даже есть какой-то супер бой кляну кличко я знал естественно супер бой какой-то холифилда который ухо откусил тайсон каких-то еще других до знал как бы но ща не смотрю и не знал вообще этого мауэйзера макгрегор тоже не знал вот макгрегор на венчилинах похож но я вначале перед боем я это не один раз говорил я говорил на стриме собственно стриме это и говорил что говорил что победит естественно мауэйзер потому что эта тупость вообще бой тупейший то есть боксер против машника да ма я эту аналитику тоже проводил я уже подготовленный потому что по сути я все аналитику провел на стриме мало кто посмотрела. МА, понимаете, МА это универсальный бой. Он состоит, можно сказать, из трех элементов. Бокс, кикбоксинг и самбо. Три элемента, греческая борьба. То есть три элемента. Правила вообще, бои без правил. Там, конечно, правила какие-то есть, но там даже такая есть фигня, как добивание. То есть это, ну не знаю, там судья останавливает, но то, что сделал вот этот узбек, когда добивал пауэрлифтера, как написали, что это он по боям МА. Там так можно. Просто там, видимо, мягкий пол, поэтому это не смертельные удары. А там у него получились смертельные удары. Соответственно, бокс, элемент бокса в МА, это самая минималка. Там никогда практически не боксируют. Там в самом начале могут немножко помахать руками, прощупывая соперника и все. В основном там ебашут. Я сам Машник вообще не смотрю. Чуть-чуть смотрел по интернету в основном. И то чуть-чуть, если какой-то даже бой. Никогда в частном не смотрел. Ну просто наталкивался где-то, где-то немножко. Я единственный что-то смотрел с Рыжим Тарзаном немножко, да, ну где он там психовал, короче. Ну еще что-то, но как бы я был как-то вот когда вот дрался Афоня, да, и я этот бой записал, мне там больше миллиона просмотров или по 2 миллиона. Я видел, они там другие дрались. Там ну не такие профессионалы, там может и любители, но такие все равно Машники. Я это видел через себя представлять даже в реале, можно сказать, слегонца. Мне этого хватило в принципе. Они в основном там боролись в большинстве случаев и все. Вот. Если у кого-то ударная техника была лучше, то он с удара ебошил. В основном, если ебошились, то все-таки ногами старались. То есть с кулаками. То есть, короче, бокс это составляющая самая слабая в мат. Соответственно, выставлять Машника против бокса по правилам бокса, это сразу было понятно. Хуйня полная, понимаете? Потому что, ладно, если бы его выставили против какого-то третьесортного боксера, еще можно было понять. Но против какого-то мегачемпиона, который ни разу не проиграл за всю историю, блядь. Ну, он в любительских, у него 6 поражений, в любительских. А от профессиональной карьеры ни одного. Вот. У него батя, боксера, Мэвейзера, и два брата, батя, дядьки его. То есть, три брата, по сути, батя и два брата, все были боксерами профессиональными. И вот он, представляете, он рос в какой семье, что у него батя и дядьки были профессиональными боксерами. Это пипец, он до мозга конец всей боксер. Вот. Дальше давайте про сам бой. То есть, я сразу понимал, что там делать нечего. Вот. И как вот говорят, ну теперь давайте по правилам МА. Какой МА? Боксерка, конечно, там проиграет. И потому что, как я сказал, бокс там составляющая самая слабая. Поэтому то, что он там самый сильный в боксе, ему это ничего не даст. Он его либо с ноги уебет, да, либо в партер и там заебет. Поэтому вообще нету смысла, понимаете. Как не было смысла делать по правилам бокса, так же вообще нету смысла делать по правилам МА. Это вообще пиздец. Вот. Это полный бред. Это был бой для школьников. Школьники, которые любят, кто сильнее, каратист или кунг-фуист, каратист, боксер и так далее. Вот. Недавно был, да, вот бой МА против пауэрлифтера. Вот это в Хабаровске. И там мы увидели, что Машник убил просто пауэрлифтера. Пауэрлифтера суперкрепкого. Вот. Просто убил. Просто уничтожил нахер. Вот. Хотя был существенно меньше. Он его ростом ниже на полголовы или на голову и послабее. Хотя он крепкий все равно. Он крепкий чувак. Но понятно, что он гораздо слабее. Потому что то, сколько жмет в пауэрлифтер, это просто пиздец. Вот. Ну ладно. Все равно давайте немножко аналитику по бою, да. То есть, понятно, победил Мэвейзер. Это все в 10 раунде. Почему в 10 раунде? В первом раунде, да, Мак Конор, Мак Грегор, было видно, он петушился. Он как петушок на него налетал. Он доминировал. Он доминировал. Мэвейзер посилил. Но я стал замечать уже в конце первого раунда, что Мэвейзер полностью контролирует бой. Его суперреакции хватало, чтобы легко уворачиваться от всех ударов Мак Грегора. И даже в первых раундах было видно, что у Мак Грегора в принципе нету ударов нормальных. В принципе. В основном он джебом там его поглаживал, как бы обняться хотел. Обнимался с ним, сзади его обнимался. Несколько раз в первых раундах он ему нанес удар молотом. Когда он раком стоял перед ним, Мэвейзер, да, по боксу-то ничего нельзя сверху бить. А этот бил. Ему предупреждение давали. Вообще, он сделал так раза 3-4, но предупреждение ему дали раза 2. Я так понимаю, по правилам бокса, скорее всего, уже после второго предупреждения его могли дисквалифицировать. После третьего точно. То есть, по сути, Мак Грегор уже должен был быть дисквалифицирован где-то 2-4 раунд. То есть, вот он 2-3, не помню, 4-м было, он где-то 4 раза его бил сверху вниз по голове. Все, за это уже можно дисквалифицировать. В принципе, было видно, что Мак Грегор еще в некоторых местах, он когда его обнимал, у них были обнимашки, целовашки, Мак Грегор как бы вот хотел его кинуть, было видно. Но он вот такой захват делал, не боксерский, а именно такой как бы сейчас кинуть бросок, вот. Ну, понимал, что нельзя, но молотом он его бил, а это удар такой прям именно машный, он специальный, потому что там, я помню даже, когда удрались, по-моему, не помню, кто Симонов с Михайловичем или кто-то еще вот из блогеров, а когда учил их тренер, он говорил, что надо сверху бить, это именно удар такой, то есть, если ты захватил чувака как-то снизу, он снизу надо его ебошить, вот удар молот называется, вот. Там это, наоборот, не только по правилам, это даже спецудар, вот. И он тут его ебашил, уже за этого можно было дисквалифицировать. Ладно, короче, петушился он, петушился. Уже где-то раунде в третьем-четвертом стало видно, что гонор Мак Грегора ушел практически в ноль, потому что он увидел, что он нихуя не попадает, он увидел, что он не пробивает даже, когда попадает. Там попадания вроде были потом на повторах, но такие, видимо, слабые. Он, то есть, даже если попадал слегка, и этому было похер, но он даже не попадал, и очень легко уходил. Меня больше всего даже еще удивило, когда Муэзер было прикольно, когда он раком перед ним стоял, и он, а этот сверху наносил удары, и он даже от этих ударов сверху уходил, как будто у него глаз здесь на затылке. Он стоял раком, и тут наносил, ну, может, он, конечно, просто влево-право уходил, чтобы был тяжелее боя, я хуй знает, но, короче, такая тема была. Ну, вот, короче, в раунде в четвертом-пятом он уже, Макгрегор практически полностью перестал петушиться, понял, что уже ничего сделать не может. Слегка начал агрессировать иногда Муэзер, но Муэзер, было видно, агрессировал очень слабо. Он провозил только двоечки, и было сразу видно с первых его нормальных двоек, что у него есть удар, потому что, ну, это странно было бы, что если бы не было, но я имею в виду постоянно с Макгрегором, потому что, я говорю, у Макгрегора не было удара, в принципе, у него была какая-то хуйта, у него руки плети, понимаете. У Муэзера были, видны, резкие двоечки, двоечки, и я сразу видел, что он поддается. Я даже это видел уже с первого-второго раунда, что он поддается. Он провозил только двойки, и все. А было видно, что с его напором у него есть способность, что он мог провести длинную серию. 4, 6, 8 ударов. Уже там, ну, первый раунд был пристрелочный, они друг друга понимали. Уже второй раунд можно было начинать потихоньку, и третий, четвертый раунд можно было убивать. Вот, он проводил только двоечки. Конечно, можно было сказать, что он опасался. Нихера он не опасался, контролировал полностью бой, он легко. Он даже шел с ближнего расстояния, когда Макгрегор пытался нести удар с ближнего. Он даже с ближнего расстояния уворачивался легко. Для него это не составляло трудностью. У Макгрегор нет ни резких, ни сильных ударов. У него удары, я говорю, плети какие-то полные. У него ни одного не видел реально резкого удара. Или какого-то виду, что сильного. А, например, у Муэзера были видны реально, видно, не только резкий, а именно, что он сильный, сильный удар. Вот прям была видна сила и резкость. Вот это все было видно, реально боксерский удар. Ну, кстати, у Муэзера короче руки. Хотя они оба, ну, карлики. Макгрегор 175 см, это 173 см. Но у него руки реально короче, потому что он, ну, в длину он практически такой же. Но видно было, что у Макгрегора, как у шимпанзе, руки чуть ли не до колен. Вот. А у этого более, как у карлика, такие короткие. Ну, у людей вот так вот бывает реально, у кого-то длиннее руки, это не, нету ровной пропорции, какой рост такие руки. Нет, там, у кого-то длиннее, у кого-то короче, бывают реально короткие руки. Бывают даже люди с такими, ну, прям реально такие, прям видны коротенькие ручки, как у кенгуру. Да, вот кенгуру. Большие задние лапы, да, громадные и маленькие передние. И вот у людей бывают такие же вот маленькие отростки. Реально. Ну, у него не такие, но я для примера, вы просто обратите внимание, что у некоторых людей вот бывают такие маленькие короткие руки, коротенькие. Он не доставал. Часто было видно, то есть он наносил удары. И Макгрегор даже практически не отходил, а он все равно не доставал. Вот. Но, в принципе, потом я уже стал видеть в раунде в третьем-четвертом на повторах, что когда Вайзер наносил удары, такое ощущение, что он специально мазал. Понимаете? Чувак, который никогда не проиграл, он рядом наносил удары, я видел один, он нанес удары прямо сверху его. Такое ощущение, что он бил воздух, да, то есть вот рожа этого тут, и он наносит как бы воздух удар, понимаете? То есть это специально сделал. Я это сразу говорил на стриме, я вот только сейчас здесь скажу, а на стриме я сам начал говорил. Майвейзер гораздо сильнее был Макгрегор, это было сразу понятно, и он мог закончить бой на втором-третьем раунде. Но так как это был бой на миллиард долларов, да, нельзя было, чтобы он закончился. Знаете, как это бывает на 30 секунд? Помните, вот недавно какой-то чувак, знаменитый Машник, приехал в Москву или куда-то, или он гражданство принял, и его там, по-моему, гражданство он принял, за 40 секунд его в первом бою уложили. И Рой Джонс, по-моему, принял гражданство российское, и тоже его там положили в первом раунде. Когда на миллиард, так нельзя было сделать. Я говорил, с восьмого раунда начнется, так и началось. Даже чуть с седьмого раунда началось, с конца. Но восьмой, в девятом он уже поплыл, Макгрегор, и в десятом его добил. Но он в девятом уже пизда как поплыл. То есть в девятом раунде было видно, что... То есть в восьмом агрессировать начал, ну, уже немножко в седьмом, потом в восьмом Майвейзер, но был все очень нормально. В девятом он поплыл. По-моему, ему произошел удар на повторе вот сюда. То есть в верхнюю губу не в нос, не в челюсть, а вот в верхнюю губу он попал. Хорошо. Ну как хорошо? Не супер хорошо, но попал. И вот, по-моему, после этого удара Макгрегор... Конечно, это все возможно постаново. Потому что, я говорю, удара реально крутого не было. Чтобы у него прям бум, бля. Знаете, как на повторе делают? И прям вот башка так прям... Вот так вот. Такого не было. Но и вот после этого удара вроде как он поплыл. То есть он в девятом раунде было видно, что он начал даже где-то оступился. Прям такой. Взял и вот так вот чуть даже упал на перил, на канаты. И стал уже ходить как пьяный. И уже в девятом концу раунда. И было видно все. И он его, Майвейзер, даже в девятом раунде мог уже убить. Все. Он его мог убить. Я говорю, во втором, третьем раунде. В девятом он мог его просто кончить. Он не стал это делать. Девятый доплыли. Этот посидел. В десятом вышел. Опять уставший. Ну и пару ударов нанес Майвейзер. Опять же не особо сильных. И все. И там судья прервал бой. Было видно. Он устал просто. Он уже все как пьяный. Стал ходить. То есть пизда. Кто-то скажет, что он устал. Я не скажу. Скорее всего, Машник. По идее, там подготовка даже, наверное, выше, чем у боксера. Потому что вот эта вот борьба в партере, она отнимает гораздо больше сил, чем вот это горцевание, удары. Гораздо больше сил. Вот там, прикиньте, в партере, там напрягается все тело максимально. Поэтому подготовка, она должна быть даже, наверное, выше, чем у боксера. Но не слабее. Вот. Удары ногами тоже самое. Это гораздо более энергичные. Ты его сколько раз ногой махнешь. Это ты рукой можешь махнуть. А ногой ты там три раза махнешь и сдохнешь. Вот. Поэтому он не устал. А именно он его просто уже прибил. Вот эти все удары, микроудары. Он поплыл конкретно. Он уже все не соображал, Макгрегор. Он не стал его добивать. Он мог ему сделать с нокаута. Он мог его бить просто. Мэвейзер. Он не стал это делать. Он пару ударов не сильных нанес. И судья прекратил бой. Вот. Поэтому вот такая аналитика, что было видно, что Мэвейзер, он поддается. Он первые два-три раунда, он практически вообще не наносил удары. Он даже если наносил какие-то легкие, он даже вот не бил. Я сказал, что он бил силой. Это потом он уже начал бить силой. Вначале, если он наносил, он слабые удары и только уклонялся. И он еще часто пассивную позу принимал. И Макгрегор его сзади обхватывал, как бы трахал нахуй. А он там вот так. Ну, ухожу, ухожу, клинч там. Вот. Один раз помню еще. Мэвейзер даже его пробил снизу. Он вот так вот в защите стоял. А он ему снизу пробил и, по-моему, даже защиту его пробил. То есть у него защита была хуйня. Он вот так вот встал. Он ему снизу апперкот пробил. Он, по-моему, руки даже пробил и немножко поебал его в хуя. Он что-то типа такого было. Вот. Поэтому Мэвейзер, да, понятно, что... Ну, я сразу говорю, да, я сразу сказал, это смешно. Все эти вот эти бои, бокс против самбо, самбо против пистолет, это все смешно. Сделали, не пойми, что. Для меня эти люди были нанеймами. Мне этот бой не был интересен. Я говорю, только ради... Подписчики смотрели, просили. Ради вас, вот, аналитику снял. Мне этот бой я бы не стал смотреть. Даже если бы мне 10 долларов заплатили. Вот. Ну, это тысячу рублей бы, пожалуй, посмотрел бы. А так нет. Вот. Поэтому вот такая аналитика, полная параша. Это не бой на миллиард долларов. Тебе, бля, какие миллиард? Нанеймы, бля. Я, бля, вышел бы Тайсон против Шумахера. Тайсон против Джеки Чана. Против Чак Норриса, бля. Тайсон против Стивена Сигала. Против Дэниэл Берхампта. Блин, я не знаю. Этот из, блядь... Откуда... Кто угодно, блин. Арнольд и Шварценеггера. Я бы посмотрел. Это нанеймы. Просто никто. А они сказали, они известные, хуя моя. Ну, в своих маленьких кругах. Вот. Сейчас не пишите только, что их все знают. Кто их знает? Никто их. Вон бабку спросите. Никто их не знает. А Тайсона? Каждая бабка знает. Тайсона, Шварценеггера. Кого там еще? Это Чак Норриса. Это каждая бабка знает. Стивена Сигала. Кто там еще из боев? Роя Джонса? Ну, так сяк. В принципе, какие-то даже можно знать. Роя Джонса поменьше. Вот так он в боксе мега известный. Но он даже сейчас у гражданства получил. Поэтому сейчас может каждая бабка знает. Потому что по телеку показывали Роя Джонсу. Роя Джонсу. Ну, одно время немножко. Вот. Поэтому бой чушня полный. Смотреть было неинтересно. В начале было видно. Макгрегор просто у него петушиные удары ни о чем. И Мэйвейзер ничего не делал. Полный пассив. Потом он начал немного агрессировать. Но я говорю, он начал бить двойками. Ничего интересного. Я думаю, он мог бы просто зарубиться там в серию 6-8 ударов. Либо 3 серии по 4-6 ударов. Он бы его ушатал просто. Он не стал. Он двоечки эти сопливые. Ну, блядь. Двоечки, да. Когда два опасных боксера. Опасно. Поэтому там двоечка и все. Двоечка назад. Двоечка назад. Но когда, блядь. Против видно чувака. Ну, он тоже уклонялся, конечно. Макгрегор все-таки. Он, наверное, не такой полный ноль, да. Уклонялся что-то там. Но, блядь, он мог его просто Мэвейзер. Три серии, бля, по 4-6 ударов и все. И Макгрегор идет отдыхать досрочно. И нокаутом причем. Вот. Поэтому бой, конечно, херота вообще полная. Они получили до хера денег. И просто ни за что. Это бой 10 тысяч рублей на самом деле. Тайсон смотреть гораздо интереснее. Тайсон это машина смерти. Он такой, как это, как будто во сне, да, все время. То есть у него, он как будто не соображает. Как будто под наркотиками всегда Тайсон. У него нет никогда ясного взора. Обратите внимание. Тайсон был всегда под наркотиками. Но это просто машина смерти. Один удар и просто смерть нахуй. Там интересны, блин. Такие, блин, монстры, да. А здесь каких-то два щуплых чувачка. Попрыгали, побегали. Даже этот Мэвейзер. У него форма, он даже кочкой не выглядит, да. У него какие-то мышцы такие не особо рельефные. То есть тот же Макгрегор более-менее рельефный. Широкий такой, да. Тайсон тоже месистый такой именно мышцы. А вот у Мэвейзера он какой-то такой, знаете, такой, ну, без рельефа, короче. Вот, не знаю, как это. Заплывший слегка, да, такой жирненький. То есть трецухи у него нет, например. Плечей нет, сечки, да. Такой он весь, вот, типа меня, можно сказать. Может, чуть потолще такой, вот. Хотя я вешу больше его, но я, как бы, и повыше. Вот. Поэтому и пузо у меня нормальное такое. Поэтому бой полный фуфло. Школьники, конечно, какая-то херня. Вон, лучше, блин, посмотреть, как Машник против пауэрлифтера ушатал насмерть за пару ударов. Вот это, да. Серьезно все. Вот. И это было бой на ноль рублей, да. Ушатал насмерть. Супер вертушку сделал. А тут бой на миллиард и какое-то фуфло. Вы чувствуете, да? Есть реально что-то ценное, но при этом эта ценность никакой не имеет. Да, никто им не заплатил за этот бой. Один умер, другой сейчас в тюрягу отправится. И есть какое-то фуфло с миллиардом долларов. И все смотрят, все СМИ мира прикованы к этому. А к этому только, ну, русские СМИ, и то частично и так далее. Понимаете? Тут миллиард долларов крутится, а тут ноль долларов, ноль рублей. Чисто за честь зарубились, да, чуваки. Вот. И все. Понимаете? И реально вот этот бой, это супер бой. Где там пипец чего, да? И вот это вот фуфло какое-то. Вы понимаете, что? Я еще раз повторюсь такую простую мысль, что если бы вот этот бой полностью в Кабаровске записали на видео, полностью, да, не вот этот отрывок, а полностью, это ценность этого видео в 3 миллиарда раз больше, чем вот ценность этого видео за миллиард долларов. Это просто все, как бы накрутка, пузырь мыльный, вот этот вот, как это называется, индустрия, да, индустрия давит. Тут просто нет индустрии, подрались двое пьяной дракой, все. А тут вот этот супер бой. Вот, и все. На самом деле там гораздо круче, чем вот это фуфло. Все, чуваки, покинут. Хии.